Настоящее и будущее российского продуктового рынка можно узнать сегодня на международной выставке World Food Moscow. Более тысячи компаний демонстрируют свои товары и показывают, что из этого уже в ближайшем будущем может оказаться на столах россиян. Там работает наш корреспондент Татьяна Дубровина. Татьяна, приветствую. Изменится ли, по-твоему, продуктовая корзина россиян и присмотрела ли ты что-нибудь экзотическое, например, на тот же новогодний стол себе? Да, Александр, добрый день. Конечно, от изобилия различных продуктов разбегаются глаза. Напитки, экзотика, овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, рыба. Новая концепция этой выставки от поля до прилавка и до столика ресторанов открывает для производителей, конечно же, новые возможности. За год продажи продуктов выросли по сравнению с остальными товарами повседневного спроса вдвое. И, что интересно, растет продажа органических продуктов. При этом при производстве необходимо соблюдать жесткие требования. Никаких пестицидов, химикатов, антибиотиков. Поэтому при нынешнем тренде на здоровый образ жизни органика становится очень и очень востребованной. Тот потребитель, который хоть один раз попробовал органическое производство, он, безусловно, сразу же и дальше в своей жизни его продолжает выбирать. Сегодня мы можем отметить, что появляется большое количество различных производителей, которые хотят быть в этом тренде, исследовать потребительским предпочтениям. Но главное, это тот путь, который каждый производитель проходит, чтобы стать и получить вот этот заветный сертификат органики. Это долгий сложный путь. Действительно, здесь начинается вопрос земли, потому что в земле не должно быть химических, минеральных, калийных удобрений. Соответственно, это первая очень серьезная глобальная такая стратегическая задача создать вот это земельное пастбище, земельный фон. Дальше это вопрос, безусловно, связанный с животными, со скотом. И тут мы понимаем, что никаких антибиотиков, гормонов, ростов ничего не должно быть. Выставка проходит традиционно осенью, когда заканчивается сбор урожая. Поэтому в павильонах особенно много сезонных продуктов, например, яблок. Еще шесть лет назад только 15 процентов этих продуктов выращивали в стране, остальные поставляли в Польше, в Сербии, Италии, в других странах. То сейчас в условиях импортозамещения динамика выросла и конкурировать можно с зарубежными производителями. Мое внимание на выставке привлек совместный проект Кабардино-Балкарии и Республики Северной Осетии Алани. Там используются высокие технологии, начиная с закладки и выращивания яблок и заканчивая хранением и их сортировкой. Я раньше работал в очень большой сети магазинов и занимался, отвечал за импорт овощей и фруктов. И практически, скажем, 80 процентов всего, что увидели тогда на полках буквально лет 10 назад, это практически все была импортная продукция, включая яблоки. В данный момент, я думаю, яблоки составляют около, наверное, весь, все производство в России составляет, я думаю, около 80 процентов, там, 70. Ну, по крайней мере, то, что видно на полках, это все российские яблоки. Вот как раз наши яблоки вы тоже можете найти на полках практически всех супермаркетов, и больших, и маленьких магазинов по всей стране. Уже более 30 лет эта выставка собирает на одной площадке производителей и поставщиков продуктов питания со всего мира. Только в этом году в двух залах выставочных павильонов «Крокус Экспо» свою продукцию представили производители более тысячи компаний из 39 стран, причем многие впервые. Так Вьетнам готов поставлять в Россию специи и кофе. Производитель одного из крупнейших агрохолдингов страны, Гуен Ту, сам учился в России, поэтому рынок знает хорошо. Наша фирма первый раз приехала в Россию. Очень приятно быть здесь. Был в Германии, Дубае и других частях света и очень впечатлен российским приемом. Мы хотели бы продвигать на российском рынке нашу сельхозпродукцию. Черный перец, орехи, чеснок. Мы уверены, что наши товары найдут своего потребителя в России. Много стендов на выставку привезли и китайские производители. Это не только продукты питания, упаковка, но и самые простые технологические линии, например, для производства мороженого и напитков. Здесь же можно попробовать лакомства. Китайские предприниматели уверены, что такие линии скоро будут востребованы в России. Мы привезли молочный чай, всевозможные коктейли, мороженое и всевозможные компоненты для их производства, а также сладости. Уже сейчас очень много людей приходят и интересуются товаром, поскольку у нас уникальное предложение. Такого еще не было на российском рынке. По сравнению с аналогами, у нас экологически чистая продукция. В этом году деловой программе отдельное внимание будет уделено темам, актуальным для руководителей и закупщиков предприятий. Например, организация работы предприятий общественного питания, оценка качества продуктов во время закупки. И сейчас рядом со мной Светлана Селенина, руководитель направления потребительский рынок информационно-аналитического агентства. Светлана Александровна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сегодня меняется потребительское поведение? Ну, потребительское поведение, к сожалению, не растет. Потребитель российский начал включать бережливое потребление. Такую стратегию он сейчас реализует. В силу того, что, к сожалению, доходы не растут теми темпами, которыми бы хотелось. В то же время, естественно, мы работаем с продуктами питания. От продуктов питания отказаться никто не может. А так как у нас их много, и они хорошие, качественные и вкусные, потребителю есть что покупать. А что в основном покупают? Ну, покупают все, что у нас есть. У нас, в принципе, сейчас более 70% в розничном товарообороте – это российские, отечественные товары. К сожалению, есть еще то, что нужно замещать, а что замещать и не нужно. Например, теруарные вина, фрукты, которые просто не могут расти у нас в стране в силу географических особенностей. Но у нас полностью практически импорт замещено птица, масло, мясо, свинины. У нас много своих рыбы и морепродуктов, поэтому что кушать у нас всегда есть. Но есть ли сложности у производителей продуктов питания? Если есть, то какие? Да, сложностей, к сожалению, у них немало. Основными сложностями, которые они нам называют, является рост себестоимости производства продуктов питания в силу, в том числе, санкционного давления, рост доли СТМ, потому что она конкурирует с А и Б брендами. А также, безусловно, одной из главных проблем в последнее время стала нехватка квалифицированного персонала. Это большая проблема, которая в дальнейшем также влияет и на стоимость конечных продуктов, потому что производители вынуждены поднимать зарплату своим подчиненным, своим сотрудникам, и это, естественно, отражается на конечной стоимости товаров уже на полках магазинов. А как решить проблему с персоналом? Надо обучать, надо проводить какие-то семинары, вебинары. Что для этого необходимо? Ну, тут дело не только в обучении, потому что, допустим, крупнейшие компании на нашем рынке, агрохолдинги, просто крупные производители, они активно сотрудничают как со школами, так и с вузами и с другими общественными организациями, чтобы научить персонал, чтобы было больше квалифицированных кадров. Но этого недостаточно. Нам нужно привлекать в эту отрасль молодежь, предлагая им более интересные как зарплатные предложения, так и, в принципе, просто более интересные вакансии, которые они ждут, потому что, к сожалению, не каждый уже готов работать на свинокомплексе, в поле или на заводе. Много других специальностей, которые, к сожалению, конкурируют с производственной отраслью. Но есть ли изменения в розничной торговле? Да, действительно, одно из главных изменений в розничной торговле, в силу того, что оборот розничной торговли продуктами питания, да и в целом, не растет уже активно, в силу тех причин, которые я сказала ранее. Есть еще тот момент, что у нас сейчас главная стратегия топовых ритейлеров, да и всех остальных, это, безусловно, рост дискаунтеров. Дискаунтеры – это магазины с более низкими ценами. Да, магазины с ценами для незащищенных слиев населения. И это как раз та стратегия, которая будет у нас на ближайшие годы. Это высокая доля СТМ, которая ниже А и Б брендов на 10, а то и 50% стоимости. И это рост дискаунтеров с небольшим ассортиментом, но доступными ценами для большинства населения нашей страны. Светлана Александровна, скажите, пожалуйста, сегодня достаточно очень много трендов на рынках. И какие тренды на рынке продуктов питания, что сегодня в приоритете? Ну, один из главных трендов в последнее время, мы видим этот тренд на брендозамещение, поэтому потребитель сейчас завалит огромным количеством новинок, новых продуктов в разных категориях продуктов, совершенно разных от напитков, где больше всего брендов в кондитерских изделиях. Также мы видим, что тренд на ЗОЖ, несмотря на экономическую ситуацию, не утихает. Все больше потребителей после ковида хотят заботиться о своем здоровье и покупать более здоровую продукцию. Меньше жира, меньше добавленного сахара, меньше соли и более какие-то полезные добавки. Ну вот и что касается добавок, сегодня очень много говорят о этих добавках Е, там 270 Е, еще какие-то. Насколько потребитель их может отследить? Насколько потребителю необходимо ориентироваться в этих добавках? Я, наверное, скажу такую непопулярную среди потребителей вещь. Я скажу ее как специалист. Добавки Е не страшные. В нашей стране жестко регламентируется, какие добавки Е можно добавлять. Это просто европейский классификатор новинок. Это не страшно. Те ингредиенты, которые каждая домохозяйка или просто хозяин использует в своем приготовлении, лимонная кислота, соль, сода для выпечки, это также имеет такой же номер Е. Поэтому все эти добавки, они не страшны. Мы по закону не используем производители отечественные опасные добавки. Также, как не опасно, в большом массе пальмовое масло, которым, к сожалению, у нас активно пользуются для многих производственных процессов. Поэтому не нужно бояться добавок. Очень часто они нужны. Та же наша историческая клюква является тоже, можно сказать, назвать ее консервантом. Но просто он естественный консервант. Так же, как есть естественные красители, допустим, из черной морковой. Ну вот сегодня стали очень популярным фундтраки, уличное питание. Что с ним происходит? Есть ли изменения? И как это регламентируется? Ну вообще, рынок общественного питания продолжает расти. Он восстановился после ковида, потому что ковид, конечно, очень не произвелся на нашем рынке. Но стоит отметить, что во многих странах падение рынка общепита было намного выше, чем у нас. Именно из-за того, что омниканальная стратегия наших участников отрасли позволила им лучше избежать всех сложностей. У нас была активно развита доставка, у нас было больше точек соприкосновения вместе с рынками. Поэтому у нас рынок действительно очень хорошо растет. Ну что же, спасибо большое, Светлана Александровна. Я напомню, Александр, с нами в эфире была Светлана Селенина, руководитель направления потребительский рынок, информационно-аналитического агентства. И мы говорили о продуктах питания в потребительском рынке. Выставка в Крокус Экспо будет работать еще три дня. И посетителей ждут деловые встречи, семинары, мастер-классы, презентации на выставке. И, конечно, кулинарные шоу, продуктовые дни, соревнования шеф-поваров. Вот такая выставка в Крокус Экспо. Я думаю, что любой человек, кто сюда придет, будет интересна. Спасибо, Татьяна. Наш корреспондент Татьяна Дубровин рассказала о работе международной выставки продуктов World Food Moscow.